Шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Однажды рэп Акива решил отправиться в город с очень малочисленным населением, с целью приблизить евреев к Торе. Он взял своего осла, взял с собой Тору и свечку, чтобы ночью можно было исполнять заповедь изучения Торы. Он отправился в этот город, прибыл туда достаточно поздно и начал искать жилье. Он подходил к людям, говорил, можете меня пустить на одну ночь, пожалуйста, у меня есть митсва, у меня есть задача. На что ему говорили, нет, нам чужие не нужны, мы не гостепримные, не нужно, пожалуйста, к нам приходить, нет, мы вас не впустим. Рэп Акива ни в коем случае не отчалился, он верит в Бога, он мудрец большой. Он говорит, все, что не делается, делается к лучшему. И отправился в поле. Он нашел место, где более не менее удобно, включил, зажег свечку, достал Тору, начал изучать Тору. Привязал осла, и все было в порядке, как он понял, что что-то происходит в городе. Поднялся дым, начались крики, и это были разбойники. Разбойники пришли в город красть, воровать и убивать. Ему было очень жаль, он начал молиться за этих людей, но одновременно он говорил, спасибо Всевышний, что меня не впустили эти люди. Спасибо, что ты у меня уберег. Проходит буквально пять минут. Свечка гаснет, осла съедают волки. Он очень испугался, он сидит, знаете, завернулся там в что-то, веткой, вообще веткой прикрылся. Все страшно очень, потому что такое там происходит. И понимает, что разбойники идут в поле. Все, разбойники идут в поле, он дрожит, молится, читает Шмай Сраэ. То есть человек полностью начинает уже не быть в отчаянии, но становится уже страшно, прощается с жизнью. И он понимает, что они его обходят. И тут он вообще начинает благодарить Всевышнего, всех мудрецов великих. Он говорит, спасибо большое, все, что не делается, делается к лучшему. Если бы волки не загрызли моего осла, то он бы начал кричать, визжать, убегать, и меня бы нашли. Если бы не погасла свеча, то была бы видна моя тень. Спасибо Всевышний. Какая мораль и что мы учим? То, что наверняка в нашей жизни происходит очень много тяжелых моментов, особенно вот в это время, к сожалению. И мы должны их принимать с такой позиции, то, что все, что не делается, делается к лучшему. Это закончится, будет все хорошо, и что-то делается для определенного какого-то момента. Брахаветшлахан.